Всем привет! У нас приехала вот такая вот Volvo FH, 460 лошадиных сил. Тут я так делал ремонт полностью, капиталку двигателя, гиганализовали, ремонт головки и так далее. Но машина не едет, не тянет и троит. Далее у нас еще открутился винт, верни контрагайка. Вот она лежит. Ну, как я и сказал, по две шайбы. Так, заглядываем камерой. В цилиндры. Задиры на гильзе. Гильза задрана. Согласовались с клиентом снятие головки и замена этого цилиндра. То есть гильзы, пальцы. Будем смотреть, что там произошло. Что здесь, за крышка-то не видно будет? Зачем они там нужны? Нет, там ничего, ни одно болто. Так, смотрим, что мы здесь увидели. Мы видели, ну, вот эту вот пролысину на гильзе. Ну, увидел вот такую интересную ситуацию. Трещина в ГБЦ. Идет она четко на этот болт. И вот дальше пошло. Не прекращают меня удивлять сборка этого двигателя. Вот у нас топ. Видно, да? Здесь топ. И здесь топ. С какой стороны? Вниз. Топ установлен. Вниз. Так, где у нас клиент привез новую гильзу? Кольца новые. Мы здесь, электрики нам уже заменили, жгут проводов на новый. Установили. Устанавливаем гильзу на свое место и будем внедрять поршня с новыми кольцами. Также заменили один поршень на блушный. Подготовил и поршня. Надеваем кольца. Устанавливаем. Как показывает практика, соответственно, надо уже, наверное, все-таки мне показывать. Я думал, что любой маломайский человек, который делает двигатель, должен понимать хоть что-то. Оказывается, не все знают, что кольца нужно устанавливать не так, как взяли, отсюда и поставили, а так взяли и поставили. Необходимо ставить надписью «СТОП» сверху. То есть получается, наверное, да, очень правильно предположили, взял и поставил. Но надо еще и развернуть. «СТОП» указан на всех кольцах. То есть на этих «СТОП», на этих просто есть эмблемка, которую мы тоже ставим сверху. Ну, хотя это не принципиально, конечно, но, тем не менее. Также необходимо, чтобы у нас с этой стороны, то есть зазор, замок. Замок на пружине и замок на кольце были противоположны друг от друга стороне. Таким вот образом. Итак, тогда мы можем. Вот так. Если мы решили выделить вопросом. и соответственно при установке разводить. Продолжение следует... Так, развели мы кольца как положено. Продолжение следует... Так, здесь у нас написано фронт. А на поршне стрелочка лежит. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, у нас поршня установлена. Вот так вот и все выглядит. То есть у нас установили мы все шутки и затянули 20, 60, 90 до ворот. Сейчас мы установим масляные форсуночки, которые мы снимали при монтаже поршней. Установим и затянем. Дальше мы здесь соберем промо-плиту и установим, соответственно, поддом. Так, друзья, у нас поршня установлены. Поддом установлен на свое место. С трещиной будет переменять. Ждем, когда привезут. Так, друзья, привезли мне новую головку. Рассухарил я ее. Головка у нас немножечко имеет... Постояла просто под водой. Было много ржавчины. Я уже немного почистил с большего. Забыл показать, как она выглядела изначально. Есть здесь нюансы. Вот по седлам, по впускным. Коррозия поела. Очень-очень неплохо. Поэтому мы достаем седла. Вот так вот они седла выглядят. Достаем сейчас мы седла с помощью вот такого нашего хитрого способления. И будем менять седла и стаканчики. На этой голове будем менять и клапана будем брать с той головки, которая с трещиной. Там состоят новые клапана. Вот так вот достаем. Все он распирает у нас. Вот так вот она у нас распирает. И достаем. Теперь выкручиваю. И убираем это седло, забиваем и достаём следующее. Так все. Ну, все впускными меняем только. Итак, следующим этапом нам необходимо еще поменять эти вот стаканчики. Стакан форсунки. Он меняется с помощью... С помощью вот такого вот приспособления мы здесь делаем резьбу в стакане. Вот таким вот образом проворачиваем, делаем резьбу. Далее вот таким приспособлением в эту резьбу вкручивается и с помощью гайки вытягивается. Сейчас на одном покажу. Вот так вот достается. Дубеют у нас вот эти резиночки. И попадает антифриз в систему топливную. Или если плохо держит вот здесь вот. Бывает. Вот это место плохо держит. То тогда у нас идут газы в систему охлаждения. То есть компрессия пробивает в систему охлаждения. Вот этот вышел очень легко. То есть говорит о том, что резиночка здесь уже явно дубовая. Резинка плохо держала уже. Вот мы за стаканы подоставали. Сейчас чистим это посадочное. Вот так вот у нас выглядит система охлаждения внутри. Сейчас нам надо это все зачистить. Вот так вот все здесь выглядит. Дальше. Больше. Вообще пипец. Ржавчина там конечно жесть. Вот это мы сейчас все зачистим. И будем устанавливать сюда новые стаканы. Почистили колодцы. Так вот они теперь выглядят у нас. Устанавливаем сюда новые стаканчики. Вот стаканчики форсунки. Вот такое приспособление. И с помощью вот этой елочки он развальцовывается в голове. А здесь держит новая резиночка соответственно. Устанавливаем. Таким образом. С помощью прижима. Прижимаем. Взяли. Теперь вытягиваем елочку. Вся елочка у нас вышла. Полностью прошла по стакану. И тем самым выдавил ее в головке. И так все остальные. Продолжение следует. вот друзья у нас стаканы все стаканчики форсунок все установлены на свои места развальцованы теперь мы переворачиваем головку блока цилиндров и занимаемся дальше сёдлами и клапанами так у нас выглядит головка без сёдел клапанов пускных с новыми установленными стаканами а вот так вот головка выглядит с новыми сёдлами теперь берем клапана наши чистим протираем и собираем друзья мы клапана притёрли вчера я целый день потратил на это со впускными клапанами проблем не было никаких притёрлось быстро за один раз а вот с выпуском пришлось немножечко повозиться так как клапана которые они поставили на ту голову у нас не тот угол был . по на части те которые с этой головы их устанавливать были не по тем углом брала очень маленького фаску поэтому там были вот такие белые следы прогорание то есть она пробивала там прям брала то есть маленькую тоненькую стеночку если здесь угол на воле 40 то клапана каким-то образом стояли там 35 градус сейчас сделали все правильно все как положено прилегание полностью хорошее так же и на новых сёдлых все теперь мы засухариваем головку с одной пружина у нас идет на впуск с двумя пружинами идет на выпуск и Продолжение следует... Так, друзья, головка у нас засухарена. Подготовили мы впускной коллектор. Прокладочку немножечко взяли на герметик, чтобы она держалась. Подклеили, так сказать. Чуть-чуть дали подсохнуть. И теперь устанавливаем коллектор на свое место. Продолжение следует... Так, подготовили мы головку. Установили впускной коллектор, прикрутили выпускной коллектор, термостат, корпус, прикрутили датчик температуры. Также подготовили и здесь поверхность. Установили прокладочку. Нанесли герметик на плиту. Установила я уже новую турбинку. Подготавливаем новые болты ГБЦ. Подготовленные. Устанавливаем теперь головку на свое место. Головку поставили. Теперь необходимо закрутить задние два болта, чтобы прижать головку к плите. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее затягиваем согласно этой инструкции. Продолжение следует... 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 Так, ГБЦ мы притянули, теперь притягиваем промплиту к голове с помощью болтов, которые идут в шестерне и болтов, которые у нас отсутствовали при разборе. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, распредвал не установили, распредвал заменили, то есть у нас эта шайка была с повреждениями. Пулачок этот... Люди привезли в другой распредвал бувшный. Сейчас мы эти болты нажимим, выставим в МТ на маховите и на распредвалу и будем устанавливать шестерне. Вот здесь на той голове трещина была из-за того, что они болта еще не того скрутили. И масло, возможно, не выдали. То есть болт задлинный, вот настолько вот. Вот этот болт был скручен здесь. Из-за этого там, скорее всего, и трещина. Там масло было, либо жидкий какая-то. Еще и за длинный болт скрутили, вот голова и треснула. В этом месте по болту. Кто пропустил, смотрите в предыдущем видео. Вот ставим сейчас шестерню распредвала. Так, у нас там ТДЦ, нолик на маховике ровно по центру. Здесь у нас выходит вот так вот. Проверочное. Проверочное должно попадать между вот этими двумя. И распредвал ТДЦ посерединке. Между вот этими двумя рисками посередине. Все у нас зажигание выставлено. Вот так вот. Вот это все там. Теперь ставим демпфер. Здесь можно под направляшку. Затянули мы 45 ньютонометров и 90 до ворот. Сейчас проверим зазор шестерни. Если что, регулируем с помощью вот этих болтов. И устанавливаем крышку. Так, друзья, забыл сказать, что там шестерни, ни один они открутили болт, а еще плюс два вот здесь ниже, которые откручивать не надо было. Пришлось мне их тоже искать, устанавливать, устанавливать. Три болтата. Мы эти все затянули, шестерни проверил регулировку. Также мы восстановили резьбу в этой крышке. Нанесли герметика. Установили маленькие прокладочки новые. Вот эту и устанавливаем. Легко подтянули два болта, где есть прорези. В отверстии есть прорезь в крышке. Теперь нам надо поджать, вот здесь вот поджать, надо притугнуть крышку. И потом только затягивать все остальные. С помощью вот этих вот штучек, которые стоят сверху, я без труда установил их. Вот установил, тем самым выровнял плоскости здесь и там. Плоскость выровнена с головой. И теперь могу затягивать остальные байки. Так, друзья, вот нам с Bosch сервиса принесли форсунки. Эти форсунки, то есть клиент привез новые форсунки на другие. Bosch сервисы их проверил, подрегулировал. И сейчас мы их будем устанавливать. Зарядилась на новые резиночки, новые шайбочки. По одной шайбочке. И будем устанавливать. Продули здесь колодцы. Все у нас чистенько. Новые стаканчики стоят. Устанавливаем. Шайб Reid. Двор silence. Работа в кал�에 подождаете. Растые и т incentраkeeping. В assureмен� энергию. Удивение цилика уже с код сüst racing. Снерг Hungave. затянули форсунки поставили мостики нумерацию где какая стоит установим коровы соусу на вагим альбома полоски измельчатки 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 Продолжение следует... Так, друзья, мы отрегулировали все клапаны, зазоры клапанов отрегулировали, также отрегулировали преднатяг форсунки, все собрали как положено, регулировали с помощью вот таких вот наборов с пластинами, соответственно и щупами. Так, заливаю я масло сверху, облил здесь все. Регулировку клапанов и правильную затяжку оси коромысел в этом видео показывать не буду, так как это будет очень длинная, долгая песня, поэтому выпущу отдельное видео. Регулировку клапанов и затяжку оси коромысел. Вот, на этом здесь мы все закончили, закрываем клапанную крышечку. Собрали мы полностью велики. Установили корпус воздушного фильтра. Также прокачали мы топливо. Залили всяких жидкостей. Будем пробовать первый запуск. Запуск произвели, давление там в норме. Нам еще необходимо будет прописать форсунки, прописать форсунки в блок управления двигателем. Под новыми номерами. Сейчас немножко поработает у нас. Мы выгоним на улицу. И будем там прописать. Форсунки. 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 Работает вроде неплохо, но надо будет пропустить форсунки и встать делать диагностику и так далее. На этом мы пока заканчиваем. С вами прощаюсь. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.